им. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестья их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и все я с вами волься ни до скончания века. Аминь. Вот на что сказали бы, обратить нужно особое внимание. Приблизившись, Иисус сказал, ну приблизился нею, он все равно всегда к нам близко, думаю, это не главное. Что ему дана всякая власть на земле и на небе, если Бог, и так понятно. Сатана говорит, дана мне власть. Он лжет, как всегда. Я нахожу главные слова, которые должны нас коснуться, на которые я могу конкретно ответить, принять участие в исполнении этих слов. Следующее. Приблизившись, Иисус, ну как я могу, от меня не зависит, ничего, приблизившись, а вот идите и научите все народы и так. То есть то, что я сказал, вы знаете, все принадлежит и мне, и вы идете не на чужую каноническую территорию, а на Господнюю. И те, которые говорят о канонической территории, они лгут на эти слова. Христу принадлежит ни Папа, ни епархия. Мы ведь невнимательны. А если были бы внимательны, то самое маленькое и незначительное, что делает с нами Господь, могло бы пожить для большого дела. Сказал, а почему так сказал? А это может быть знамение, а может Господь меня предупреждает? Не надо ждать, чтобы персты Христовы появились и неизвестно чьи, и написали «Мене мене теколу парсин». А представьте, что эти персты появились бы здесь на алтаре. Мы-то думаем, мы православные, у нас все как надо. А вот я говорю об этом, что может случиться воровство. Двери даже наружные у прихожего здесь не закрывается. А тут Крючев из гвоздика семидесятки. Один. Смешно даже. Ребенок оторвел. Но случилось это воровство. Узнали, утром пришли, да обнаружите, да через неделю, потому что никто туда не заходит. Самый близкий старостный живет через дорогу. Он целый день парится на поле, ему до этого тут охранять. И вот дошли все разорено, ничего нету. Ни рис, ни чаши, ни кресток, ни икон, ничего. А одни надписи. И Господь бы сказал, ничего постороннего, не доносите сюда. Я знаю, как отнесутся к этому священнике. Но мы можем это вообразить? Господь сказал бы, я вам не повелевал то, что у вас есть, а слово мы ее оставили. И большая Библия лежит там на алтаре. И священник стал бы опять старое все. И Господь бы предупреждил его, как Илью. Последний раз предупреждаю. Если еще будешь заносить то, о чем я не говорил, я убью тебя. Он заносил бы, священника убили. На его место другого. Другой бы побоялся. Семер бы убил Господь, восьмой бы не пошел. И сказали, чтобы одна Библия лежала. И тогда бы до всех зашло. Это делает Бог. Но пока этого нет, мысленно хотя бы вообразите. Спросят, а как ты бы приорегировал на то, что у нас оботравили алтарь? Если бы выводы сделали правильно, я бы отреагировал так. Да будет. Чтобы никуда не отвлекались. Чтобы все кадилы, угольки вылетели оттуда. Я православный, я все принимаю. Но ведь может быть по-другому. Бог терпит, терпит. Долго, да крепко бьет. Бог может иметь свое знамение, и именно с нас это начать. Потому что мы молимся, чтобы не быть упорными. Вы же молитесь? И Бог услышал, и решил нас проверить, и решил нас от ненужного избавить, а ненужного нашел то, что отвлекает. Вы видите, как когда я говорю «Слово Божие», меня священник выдавливает, уже крест подает, и в это время говорит. Места нет у проповеди вообще. Это все не случайно. А если я не выйду, говорит, никто не лохнет и искать не будет. А чего? Служу справили все как положено. Да ведь ты по слову-то Божию посмотри, сходится все у нас или нет. Старозаконие 24.8. Смотри, тщательно соблюдай, исполняй весь закон. А впереди считали. Вы сейчас соблюдаете все, что я повелел вам. Я на это давление делаю. Я повелел. Вот сейчас бы стал Господь и стал нас прямо оттуда подводить и сказать. Я велел тебе и показывал на все. Но если я Библию знаю, я бы сказал, Господи, нет, но это же я не против. Так. А там написано раз и прочее. Не велел, делайте. И по порядку. Прошел по алтарю, провел, тем более я чтец, могу заходить в алтарь и вышел. Теперь давай подведем итог. В любом храме так. И вы делаете то, чего я не повелел вам. Сегодня в храмах делается торговля, любые безбожники. Все приходят, причащаются. За деньги ни крещения мочей, ни ненаученные люди. Я повелел вам это делать, Господь? Да ведь сегодня фактически одна война против слов Христа идет. Против вот этого, что я прочитал здесь. Как этого не видеть-то? Если я глухой, полуслепой это вижу, как это можно было две тысячи лет не видеть? Поехали праздновать тысячи двадцать лет. В конце вы сказали, противление тысячи двадцать лет. Противление Богу и Егоре. Даже имя Его спрятали. Ведь нет этого. И опять встречают колокольный звон. Опять с ващами они не носят, мертвецов режут. Даже что у нас есть у Павла, то ничего этого не было. Я говорил вчера о проповеди, о благовестии. Все послания, все переполнено словом благовестием. Слово благовестия священник пятьдесят лет прослужил, я, говорит, ни разу его не сказал. Он, да, только читать здесь читал. Я задаю вопрос. Скажите, вот пятьдесят два года ты священником, седой, хороший. Отец Михаил, ну было ли так, что зайдя с улицы человек сказал бы, истина с вами Бог. Ну как, говорит апостол Павел. Он, как это? Ну как Павел, говорит, и пойдет незнающий, и всеми он обличается, всеми судится, и он пойдет вниз лицом на землю и скажет, истина с вами Бог. Вы все узнали. Я разговаривал с людьми, которые обратились, которые ко мне заезжали. Я говорю, как ты обратился? Он говорит, я комсомольский был, секретарь. И у нас на работе работала верующая. И мне сказали, ты проследи, куда она находится. Я за ней увязался, и оказалось, что баптистка. Ну я пришел, сел на заднюю скамейку, вижу все такие, как я, меня никто не знает. Ну вот он вышел на трибуну, на капиту, и стал говорить. Я вижу, он про меня все рассказывает. Я потихоньку на лево глаза, скатил направо, кто на меня смотрит-то? Как он меня узнал? Потом обернулся, все на него смотрят, на меня никто. Его Слово Божие показало, что он такой. Мне говорят, вот Харитко сидит, это секретарь парторганизации. Она обратилась к Богу, у баптистов. У нас это невозможно. Она обратилась от живого слова, ей засвидетельствовали. Идите по всему миру и научите, идите. Это слово каждому из нас. Я прошу вас, в воскресные дни ничего дома не делайте. То, что в обычные дни делаете. На огород не заходите, если можете. Если можно. Уж не говорю, там тяпы, дрова и весь. Ну сократите себя. Ни один адвентист во всем мире в субботу никогда не выйдет. Израиль связь не зажигает. Ни в одном самом элитном ресторане пищу не подогревают, плитку не включают. Нам непонятно. День Господень весь посвятите для Господа. Ничего не случится. Будет так, как Господь назначил. Ты можешь день и ночь трудиться, напрасно строит, если Господь не садишь дедома. Ты можешь все решетки здесь повесить. Напрасно, если Господь не охранит. Надо Господь охранять. Чья-то молитва. Но этим не надо злоупотреблять. Бог дал определенное. Ты можешь молиться, но ехать на поле. Ты молись, но однако трактор заводи, ремонтируй. Ты молись, но кого бы все-таки подавить надо. В город молоко отнести надо. Не надо. Я верующий, мне Бог сам подаст. Богу угодно, чтобы мы потели. Бог потных людей любит. Слышали? В поте лица будешь есть. А если пота не было и ешь, ты дармоед. Самый настоящий паразит. И такое слово на страшном суде Бог покажет нам. Четвертая книга Царств 17.3. Возвратитесь с лозовых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои по всему учению, которое я поведал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих, пророков. Заповеди Господни уже даны. А мы должны сказать, Господи, заповеди даны через рабов Твоих. Сегодня через рабов церковных спрятаны, через рабов епископа уничтожены, через рабов патриарха недопущены, через рабов монашеских скрыты. Мы должны расширить это сегодня. Наше положение много-много хуже израильского. Они имели и не исполняли, а мы не имели, нам его не дали это слово. Притча 13.19. Не считай посрамления, отвергающему учение. А кто соблюдает наставление, будет чести. У вас висит в школе это. Не считай посрамления, чтобы дети не отвергали учение. Трудно ли, чтобы ребенок выучил один стих? Вы находите такое наказание, которое связано было бы с продвижением вверх. Вот в пятницу у нас был костер, мне говорят, когда втюд, а другие разговаривали. То есть он сам не мог помочь петь. И в это время мешал другому. Я им дал сразу наказание выучить по одному стиху. В обед прихожу, уже они по одному стиху все рассказали. Какое-то свихотворение, кто-то спотыкался, ну и дальше все. Очень просто даже. Плохо прочитал, заново заставил его, гляжу, уже более нятно, четко, а потом ты ему разъясни. Так это не мои дети, я их отдам через две недели, у меня их никогда, может, не будет. А это твои, с которыми ты явишься. Это твои кормильцы. Не считай посрамления, тебе старым будет, если ты в детей не вложил учение престола. 1 Иоанна 3.22. И чего не попросим, получим от него. Какое хорошее обещание от Бога. Но не забывайте, оно не безусловное. Если мы попросим и получим, то тут запятая стоит. Получим тогда и потому, что мы соблюдаем заповеди его. И делаем благогодное перед ним. А грешников Бог не слушает. Если ты не слушаешь Господа, и Он тебя не слышит. У меня издают книги через одного человека, типографии в разных городах, какая сейчас, по средней. Им нужно покинуть помещение. Я по деревне проехал, попросил всех помолиться. Мне сообщили из Барнула, не могут найти помещение арендовать. И что? Прошло несколько дней, мне не терпится узнать, какой результат молитвы. Мы с детьми были на поле, встали на коленях под березкой, молительное место. И мне говорят, после обеда, все время искали, нигде ничего не было. После обеда только поехали, сразу нашли место. А ты что, по вашим молитвам? Да. Уже получили. Получили место хорошее, недалеко, где я живу. Аренда, вроде бы, не так и дорогая. 46 тысяч в месяц платить будут. Дивный Господь, если мы будем соблюдать заповеди его. Примудрость Толомона 6, 4. Ибо вы, будучи служителями его царства, не судили справедливо, не соблюдали законы, не поступали по воле Божией. Это, конечно, к имеющим власть. Да и детей не будьте слишком суровы. Ребенка разъясни посолу Божию. Наиглавнейшее в детях селите страх. Страха в детях не будет, это дети чужие. То есть еще один-два преступника растет в мире. 1 Коринфян 11, 2. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните. Что мое наставление? Как соблюдать заповеди? 1 Иоанна 2, 3. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Ты хочешь узнать? Вот написано. Если любишь меня, соблюдите мои заповеди. Проверить очень просто. О заповеди нужно узнать. Ревизию надо проводить каждый день. Каждую неделю. Да и постоянно. 1 Тимопея 6, 3-4. Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения о благочестии? Тот горд ничего не знает. Но дорожен страстью к состязаниям. Он все время будет спорить. Упорная страсть. А нас всегда противит по словам Господним. И Павел говорит, 2 Тимопея 6, 3-6, 12. Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляйте от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Кого принимаешь в дом? А завтра в деле он поступает. Кто бы к вам не приехал? Если человек невраждебный, приглашайте их в богослужение. Залите. Им это никак не будет в обред. Мы где бываем в городе, мы посещаем и бактистов, и адвентистов, и даже с мусульманом ходили, с католиками. Я ни одного посещения не могу назвать для себя вредным. Я знаю истину, можно подвестиру с руководителем, полезное взять у них. Мы обладатели всей полноты истины, хотя она нам дана. Деяние 20.20. Как помните, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Не упустил ничего. Сегодня эти слова общаясь, священник может сказать, и запомните, я ничего у вас не учил ни в храме, ни ходил по домам. Мы все должны перевернуть сегодня. И он должен сказать, что кровь ваша на мне, на детях моих. А сегодня-то они не понимают даже эти слова. 20-я глава, деяния апостолов, это глава-придовор сегодняшему священству. Деяние 27 стих, 20-я глава. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Значит, ее можно упускать, а можно не упускать. А чтобы волю Божию возвещать, ты ее должен очень хорошо знать. И сравнивать с тем, где ее упускают. И скажи, результат такой здесь, а вот здесь такой. Как дети относятся к скотине, к птице, ко всему. Я еще вам сказал тому, кто загоняет овец, расчет сделать и сегодня. Чтобы он понимал, это имелось и у него внутри, юридическое обоснование его греха. Что он за это должен рассчитывать. Колостянам 1, 28. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, что он представит всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Совершенный человек, преображенный в Духе Святого, он войдет в Царство Небесное. Я не упускал, Павел говорит, ничего. Если упускал и не проповедовал, не вразумлял человека и не научил всякой премудрости, то и не представил человека перед Господом. Результат 1. Ты не знаешь заповедей, ты нарушаешь, нарушаешь, погибаешь. Просите Бога, каждый, Господи, дай мне заповедь свою, как основу дыхания моего. Не сяду за стол, пока не прочитаю хоть несколько стихов Священного Писания. Подставь себе. Просто один ты дома или где-то. Библия, чтобы лежала на столе. Так я не успел прочитать. Некогда читать. Все, пошел без обеда. И ты увидишь, как положение сразу изменится. Начинайте работать. Я понимаю, спать а вот это трудно бывает. Поставь задачу, днем не ложиться. Как бы трудно ни было. Я прошу, но пока упорствуйте. И здоровье ваше ни у кого не улучшится от этого. Бейтесь. Я опять обращаюсь к опыту. Я сижу в камере, а там, где не ночью, горит ламточка, крутятся все. Я ни разу в течение года не лег днем. А вставал на два часа раньше, в четыре часа. Ни разу. Падаю. И сам себе говорю, негодник, какое ты имеешь право ложиться? Поезда бегут, охранники охраняют, солнце восходит. Ты пришел исправиться. Ты преступник, тебя держат здесь. Ты должен выйти другим. Ты себя накачиваешь маленько. Как говорят, на Шенковой. Страхом Божьим. Ни на кого не ссылайся, а скажи, я должен. Я люблю Господа. Я буду стоять ради Господа. Никогда в храм, в храме зря не сяду. Но есть больной, тому и положено сидеть. Откровение 22, 24. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его. Чтобы им иметь право на древо жизни. А если не соблюдают, древо жизни нет. Древо жизни к нему не имеет отношения. А без древо жизни нет жизни. И титуа один. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. Здравым учением надывается Евангелие. Самые противные слова в православии сегодня, это слова, сказанные апостолом Павлом Филиппийцем. Подвязайтесь единодушно за веру евангельскую. А вера евангельская только в Евангелии. Вы старайтесь с кем дружите, близки бываете, попросите его помочь вам. И скажите, вот рядом живешь, видишь, что у меня не по Евангелию. В воспитании детей, в отношении к скотине, к ближнему, в работе, по отношению к мужу, к жене. Что не по Евангелию? Подвязайтесь. То есть старайтесь, как будто подвижите себя к этому. Приложите все силы, чтобы в конце мы могли сказать, Господи, я сделал все, что мог. Вот дети, которые всегда у меня, я их привел. Вот слово, которое животворило меня. И я говорю это во имя Твое. Садяло нас с Твоими благовестниками и доведи до царства Твоего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!